Всем привет, меня зовут Маша, это еще одно видео про книжные покупки. Я говорила, что у меня с предыдущего осталось некоторое количество книжек, потому что должны были появиться еще. Вот они появились, и я вам сейчас расскажу про то, что у меня нового теперь есть. И тут есть пара штук, которые я хотела очень давно и просто ждала момента, когда у меня там появятся деньги, зарплата или просто шансов получить. Поехали! Три книжки фэнтези от современных русскоязычных авторов, Три королевских слова Агаты Бористы. Я думаю, что я правильно склоняю фамилию. Еще одна книга из серии Другие миры, который, как я уже говорила, у меня высокий кредит доверия. Я долго ходила вокруг этой книги, потому что, с одной стороны, мне очень нравится обложка, такое бывает, и вроде бы цитаты из книги были интересными, и вроде бы как бы отзывы на книгу тоже были хорошие, но меня как-то не прельщала совершенно аннотация. И когда я узнала, что мир в этой книге — это что-то вроде альтернативного нашего мира, но с магией, я тоже так немножечко напряглась. Но, тем не менее, книжка у меня появилась, и буду надеяться, что у меня с ней срастется. Еще две книги — это продолжение. Во-первых, это «Грабли для профессора» Ольги Валентеевой. Это вторая часть, как же она называется, «Профессора по неволе». Интересно тем, что главный герой здесь — мужчина, который, сам того не желая, становится профессором в магической академии. Первую часть я еще не читала, точнее, я начинала читать, просто сейчас переключилась на другое. Мне, в принципе, понравилось, поэтому вторую часть я решила себе взять, чтобы в случае чего потом не грызть локти, что не успела купить все три книги. И думаю, что это тоже у меня будет где-то на ближайших планах по чтению фэнтези. И вторая часть «Заклятых супругов» Марины Эльденберт. В предыдущем видео, которое было как раз-таки про романтическое фэнтези, я говорила, как мне понравились «Заклятые любовники». И эта книга, точнее, тут две книги, это вторая, она тематически продолжает то, что начиналось в «Заклятых любовниках», но действующие лица, и точнее, главные герои здесь будут уже другие. Хотя я думаю, что с Луизой и Винсентом мы тут еще встретимся, потому что главной героиней здесь становится сестра Винсента. По фэнтези не русскоязычная, «Земля волшебника» — третья часть волшебников Льва Гроссмана. Очень хочу почитать, многого не жду, просто интересно, как это все там сделано, тем более, что книги на слуху, 18+, мне говорили, что в сериале там много чего веселого происходит. Первые две части у меня есть, и я буду надеяться, что до них доберусь. И «Колодец желаний» Фрэнсис Хардинг, я читала «Fly by Night», мне очень нравится, и тематика других книг Фрэнсис Хардинг мне тоже очень нравится, я просто жду, когда у меня наконец-таки будет время, потому что сейчас я немножко в ресурсе и временном, и интеллектуальном, как я уже говорила, ограничена. Надо снова завести себе трекинг, который заставит меня читать хотя бы там 2-3 часа в день, потому что я иногда начинаю прокрастинировать. Еще у меня появился сборник рассказов с новицей Лорда Дансейни, у меня уже есть 2 книги, всего в этой серии, по-моему, 3 как раз-таки выходила, теперь я ее собрала, и очень этому рада. Проза Дансейни очень необычная, это чувак, который, точнее, без которого не было бы, к примеру, Толкина такого, какой он есть, и вообще его произведения, они лежат где-то вот в фэнтези, но в фэнтези еще до того, как сам по себе жанр появился. Очень необычные штуки, много мифологии, причем попыток создать свою собственную мифологию, как-нибудь обязательно расскажу, потому что какие-то рассказы и Дочь короля эльфов, по-моему, так эта штука называется, у Дансейни я читала, когда еще училась в школе, мне очень нравилось, и будет интересно посмотреть, как я сейчас буду на это все дело смотреть. Еще по художке, Орхидея съела их всех, Скарлетт Томас, у меня со Скарлетт Томас очень давние отношения, я читала «Навождение Люмоса», и это одна из моих самых любимых книг, причем одна из книг, которые в некоторой степени повлияли на мое мировоззрение. Скарлетт Томас очень специфичная, она достаточно мрачная, и, как бы так сказать, ну, в общем, не розовый няш-мяш, хотя обложка розовая, но вы понимаете, как бы. Вот, вышла в корпусе, надеюсь, что прочитаю, надеюсь, это будет поводом дочитать таки маленькую трагическую вселенную, которую я купила себе, когда я... Она как раз вышла, когда я поступила в магистратуру, и из-за того, что в магистратуре я читала очень много всего, мне пришлось ту книгу просто отложить, и в итоге я надолго про нее забыла. Скарлетт Томас пишет не столько мистику, сколько, скорее, что-то близкое к магическому реализму, то есть действия в тех книгах, которые я читала, происходят в нашем реальном мире, но они связаны со всякими оккультными штуками, со всякими заговорами, со всякой мистикой и всем остальным. Но это не остросюжетная литература, потому что чаще, когда говорят, что вот человек пишет мистику, человек пишет фэнтези, обычно подразумевается, что он пишет что-то остросюжетное. Нет, у нее больше каких-то таких странных вещей, вот. Не знаю, как это объяснить, но мне нравится, что она делает. На этом с художкой все, и я вам сейчас покажу всякую нехудожку, которая у меня появилась. Начиная с самого большого, мне подарили книгу, которая называется «Мир забытых вещей» Ольги Прокофьевой, это энциклопедия, она иллюстрированная, я сейчас попытаюсь показать вам что-нибудь внутри, это выглядит вот так вот. Как вы знаете, я люблю всякие книги про быт и культуру повседневности, и прочую такую вот тематику, и эта книга — это такой небольшой справочник о вещах, которыми люди когда-то пользовались, но из-за того, что сменилась мода, сменилась культурная традиция, или просто появилось что-то новое, потребность в этих штуках просто отпала. Здесь очень много странных и необычных штук, которые связаны с телесностью, с гигиеной, с модой, опять же, с каким-то мировоззрением. Есть фотографии и статьи, которые написаны про эти вещи, они тоже такие, как сказать, они не суперподробные, но суть они передают. Правда, например, когда там шла речь про наборы охотников за вампирами, которые существовали, когда вера в вампиризм была популярна, там приводятся некоторые факты про то, типа как вычислить вампира, точнее, я так понимаю, во что люди верили, как бы как вычислить вампира, и как человек, который читал очень много статей Сергея Антонова, я могу сказать, что, ну, это немножечко слишком поп-калча, чем, наверное, мне бы хотелось. Но, тем не менее, штука очень интересная, я надеюсь, что я найду ссылку на нее в каком-нибудь из интернет-магазинов и искренне вам. Дорогой мистер Холмс, «Баринова» — это книга, которую я увидела в подписных изданиях и решила, что, наверное, мне нужно. Эта книга про то, как могли бы быть расследованы дела, которые были в рассказах Артур Конан Дойла, если бы у Шерлока Холмса были достижения современной судебной медицины. Вы понимаете, что это очень круто и интересно, и, естественно, книжка у меня появилась. Вторая штука, которую я хапнула точно там же, это «История нравов галантного века» Эдуарда Фукса. Это, опять-таки, на полочку с культурой повседневности и всем остальным, примерно туда же, где стоят книги про историю флирта, типа 18+, все дела. Я долго вокруг нее ходила, листала, выцепляла какие-то конкретные абзацы и в итоге решила, что, наверное, она мне нужна. К следующей книге, которую я вам покажу, у меня есть некоторые предубеждения. Она так и называется — «Гордостью предубеждения женщин викторианской эпохи». В чем прикол? Я люблю эту тему и очень долго читала, как бы, с чего я начинала. Я начинала с книг Кати Коуте, которая достаточно неплохо пишет про викторианскую эпоху, причем неплохо в том плане, что она... Ну, я не встречала каких-то явных фактических ляпов в ее книгах, но она делает это очень легко. Легко, потому что она как бы рассчитывает на широкий круг читателей и, в принципе, правильно делает, что рассчитывает, потому что ее книги — это замечательный трамплин, который вы можете использовать, чтобы прыгнуть в исследование культуры викторианской эпохи и зарыться в него поглубже. Но Катя Коуте — это Катя Коуте. Она умница, тут вообще ничего, как бы, я не могу сказать. Она просто замечательная, я ее нежнейшую люблю и надеюсь, что однажды я таки почитаю ее художественную прозу. И это будет не хуже, чем ее публицистика. А вот когда ты берешь книгу, на которой нет имени автора, а здесь имени автора я, к сожалению, вообще не нашла, только имя редактора, то у тебя появляется такое вот чувство, что, ну, что-то здесь будет не так. Так, что вокруг этой книги я ходила очень долго, я несколько раз почитала аннотацию, я несколько раз почитала содержание. Но, тем не менее, решила, что, наверное, мне надо, потому что если она окажется хорошей, замечательно она окажется хорошей, если она окажется плохой, ну, свое удовольствие я тоже получу. Но вообще это всегда вопрос, когда ты берешь книгу и именно посвященную какой-то теме, выглядящей как исследование или как какая-то публицистическая штука, где собраны разные факты, ты не видишь там имени автора или даже хотя бы, ну, несколько имен, то есть, ну, кто там вообще над этим работал, ну, не гуд. В общем, советую я относиться с осторожностью к таким вот вещам. Последние две книги, они были куплены вместе, и вы сейчас поймете, почему. Для начала у меня появился вид дешевых мест Нила Геймена, потому что, как вы уже знаете, я почитала «Океан в конце дороги» и меня просто вштырило. Сейчас я буду читать «Американских богов» и другие уже не только по миру «Песочного человека» комиксы Нила Геймена. Эта книга, как я понимаю, сборник эссе, очерков и статья Нила Геймена на разные темы, и мне очень интересно, о чем же будет этот человек писать, и как он будет рассуждать о всяких своих жизненных наблюдениях. И вместе с этой штукой я хапнула книгу Аманды Палмер, которая называется «Хватит ныть, начни просить». Вообще-то в оригинале она называется «The Art of Asking», и мне намного больше нравится то, как она называется в оригинале, потому что, ну, нет там такой вот отвратительной семантики насчет «Хватит ныть, соберись тряпка» и все такое. Я воспринимаю это только так. Почему говорю про то, что эти книги я брала вместе? Потому что Амада Палмер — жена Нила Геймена, но кроме того, что она жена Нила Геймена, она еще и человек, который играет в группе «The Dresden Dolls», которую я очень давно люблю, так что вот как-то звезды так сложились. Книга про то, как творческому человеку, а большинство творческих людей обладает так себе самооценкой, эту самооценку поднять и начать не бояться просить людей, которые, как бы так сказать, у людей, которым нравится творчество этого человека и вообще какую-то поддержку. Речь идет не только о материальной поддержке. Вот, и, в общем, эта книга была мне очень сильно нужна, и я рада, что я ее обрела. Такие вот дела. Потому что я вам хотела показать нового на этот момент все, и сейчас время объявить, что я делаю еще один розыгрыш в предыдущем видео про женское фэнтези. Я говорила про две замечательные книги, которые мне очень понравились. Это «Пока ты веришь» Ирина Шевченко и «Мак и его кошка» Алина Лиз. И поскольку я обычно всегда стараюсь делиться тем, что мне нравится с людьми, я решила, что эти книги будут разыграны в группе «Кожаные штаны и бронеливчик», и ссылку на группу и на пост с розыгрышем вы найдете внизу. Условия будут те же самые, что и всегда. Вы делаете к себе репост этого поста, вы не удаляете этот пост со своей страницы до 3 сентября, и 3 сентября где-нибудь, ну, в первой половине дня, скорее всего, я, потому что вечером я буду занята, я подведу итоги, и с помощью рандомайзера я выберу победителя. И если быть точнее, я выберу двух победителей, потому что у меня два комплекта книг. По России выигрыш я отправлю за свой счет. Если вы живете не в России, то два варианта. Мы можем отправить книги за ваш счет, либо мы можем найти человека, которого вы знаете, который живет в России, на чей адрес эти книги отправятся, а вы потом как-нибудь между собой уже решите. Ну и, как всегда, условия, что ваша страничка должна быть как бы живой, настоящей, и не быть страничкой, которая создана исключительно для того, чтобы на нее репостили и участвовали в розыгрыше. К сожалению, такие странички есть. Это не значит, что у вас там, не знаю, должно быть 100-500 друзей, и там постоянная какая-то движуха. Нет, это означает только то, что бывают такие моменты, когда создают аккаунт только для того, чтобы участвовать в розыгрышах. Это прям вот видно обычно. Это очень часто даже пишут, что вот аккаунт для розыгрышей. Ну вы, короче говоря, меня поняли. Чтобы не было взаимонепонимания. Теперь уже точно все. Пойду записывать еще одно видео. Буду надеяться, что свет не уйдет, потому что до камеры я добралась, к сожалению, чуть позже, чем я ожидала. Всем спасибо и всем пока.